Клюквенную настойку, как и известный процесс, можно делать по-разному. Можно быстро, а можно и долго. А как лучше, быстро или долго? Но быстро мы уже делали. А давайте сделаем долго и посмотрим, будет ли разница. Следите далее. Здравствуйте, уважаемые накуры! С вами я, Дмитрий Лафетников. Напоминаю, что оборудование, приборы, ингредиенты для приготовления качественных алкогольных напитков в домашних условиях вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Передел по этой ссылке также она будет внизу в описании. Значит, решил сделать, на мой взгляд, такой очень долгий обстоятельный рецепт настойки из клюквы от нашего подписчика. Посмотрим, стоит ли игра свеч. Нам потребуется клюква 600 грамм, самогон крепостью 60% 200 грамм, кальвадос, пол-литра, вода 200 грамм, сахар 500 грамм, мед 2 столовые ложки, гвоздика 3 бутончика, корица 1 палочка. В оригинале рецепта нужно использовать коньяк, но у меня его сейчас нет. Не покупать же его в магазине, правда? А кальвадоса у меня много, вот решил использовать его. А почему бы и нет, так даже интереснее. Для начала засыпаем клюкву с сахаром и чуть приминаем ложкой. Накрываем марлей и оставляем на 24 часа в темном месте при комнатной температуре. Пересыпать сахар с клюквой в кастрюлю, добавить воду и довести до кипения. Сколько варить не было сказано, поэтому как закипело, я провалил, ну, можно сказать, прокипятил 2-3 минуты и все. Остудить до комнатной температуры и перелить обратно в банку. Настаивать этот, скажем так, настой после того, как мы его прокипятили, 3-4 дня. Далее, просидить настойку через марля или мелкое сито. Отжатые ягоды залить самогоном. А жидкую часть смешать с кальвадосом. Обе банки плотно закрыть крышками и настаивать 10-14 дней в темном, теплом месте. Затем содержимое ямкостей слить с осадка и опять все смешать в одной банке. Добавить мед, гвоздику, корицу, затем все хорошо перемешать. Плотно закрыть крышкой и опять настаивать в темном, прохладном месте, уже прохладном месте, обращаю внимание, 25-30 дней. Далее отфильтровать настойку. Ну, как обычно, наша легендарная воронка с ситечком и тканевая салфетка. Все готово. Перед подачей рекомендуется охладить. Получился довольно приятный напиток. Знаете, скорее я бы его отнес к ликером, чем к настойкам. Он такой тягучий, прозрачный, сладенький. То, что здесь клюква, правда, не угадал никто. Ну, самое ближайшее называли яблоко. Почему ближайшее? Потому что здесь же все-таки используется клевадос. Помните, да? В аромате, конечно, чувствуется гвоздичка и корица. Во вкусе, когда пьешь, однозначно вот эти коньячные нотки. Именно вот дуба с элементами той же самой корицы и ванили. Это вот все отметили. А вот послевкусие неожиданное, очень приятное. Вишня. Ну, вишни тут точно нет. Ну, вот такой вот казус приятный. Также автор рекомендует вот этот напиток залить в бутылочку. Ну, пластиковую, конечно. И закинуть в морозилку. Ну, где-то на 2-5 месяцев и забыть. Вот, в принципе, что я сейчас и сделаю. Она, в принципе, сейчас шикарная, но, говорит, через 2-5 месяцев в морозилке она вообще будет бомба. Проверим. Понравился ролик и вы не хотите пропустить следующий? Тогда не забудьте нажать колокольчик. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И помните, что с вами был я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Добрый Жар.